Всем привет! Сейчас едем в Санта-Круз, встречаться с директором агентства недвижимости, потому что нужно заключить контракт на продажу участка нашего. Прежде чем уехать, нужно все здесь закончить. Сегодня дождь, такая погода, холодно опять стало. Весна закончилась. Началась зима, пришлось опять утепляться, одевать свиток, хотя оно терпимо, но как-то неприятно, сферостью такое. Сейчас, наверное, покажу немного окрестности, хотя видно плохо из-за дождя. Тоже, может быть, интересно будет. Очень здесь странно. Люди работают, просто нереально добиться какой-то встречи, о чем-то поговорить. Мы, в общем, ждем этой встречи уже, я не знаю, месяц. Просто какой-то ужас. Постоянно заняты. Чем они тут заняты? Нереально. Всегда завтра, всегда завтра, и в итоге завтра оборачиваются неделями и месяцами. Так же точно, как мы ждали трактор три недели, так же точно мы ждали эту встречу. Вот сейчас едем, даже не знаю, куда. Пообещала сбросить локацию, и так и не сбросил. Но, в общем, вы понимаете, это ужас. Здесь я не знаю, как они здесь работают, живут. Может быть, это к иностранцам такое отношение, оно как-то странно. В общем, я не знаю. Не могу ничего сказать, но так как они здесь работают, просто не представляю. Познакомилась очень много с людьми, пока вот продавала цветочки с нашими, да, с русскоязычными, с русскими. Вот они работают совсем по-другому. У них все четко. Как-то договорились, договорились. Никаких там нету завтра, послезавтра, или я сегодня не могу. Все как-то четко, спланировано. Запланировали, сказали мне, что приедут до 12. Они приехали до 12. Ну, в общем, такое. Тоже очень много людей интересно попалось. Женщина одна, у нее кондитерская на юге. Вот она сейчас заканчивает, то есть строительство там будет открываться через месяц. Другие девочки там тоже работают учителями, преподают там танцы, язык. В общем, интересно так, что-то стекло заплатило. Так что да, именно что иностранцы приезжие здесь работают нормально, то есть с отдачей. А местные все очень-очень медленные, медлительные, совершенно невозможно договориться, вообще непонятно, что у нее в голове. В общем, сложный, очень сложный случай, тяжелый. Мы с таким сталкиваемся впервые, потому что в Италии тоже такого не было. В Украине у нас такого не было, в Италии такого не было. Здесь это просто как-то процветает, можно сказать. Не знаю, может быть, я обрежу из-за того, что мне здесь все уже надоело, и хочется уже действительно поскорее уехать, поскорее все это закончить. И как-то специально приписываешь какие-то отрицательные моменты. Возможно, не знаю, возможно. Сегодня, кстати, вернемся, когда сниму это видео, расскажу вам подробненько все-все-все о решении переехать. В общем, все расскажу. Ну, так вот уже едем. Мы уже едем минут 20, наверное. А локацию он так и не выслал до сих пор. Приедем в Санта-Крус, даже не знаем, куда ехать. Ладно, в туннеле не буду снимать, ничего не буду.